На чужом склоне, как дома. В дисциплине ски-альпинизм, вдобавок к трем победам на обычных горных лыжах, Григорий Огнев пришел к финишу первым еще и на особых меховых охотничьих. Бегать не бегал, но у меня есть в деревне такие лыжи, я хожу на них в лес, по глубокому снегу. Это удобно, если в горы куда-то идти. Я сам уже с такими лыжами. На соревнованиях «Большой Алтай» отличилась 9-летняя фигуристка Анастасия Галицкая. Спортсменка признается, что волнение от предстоящей борьбы прошло довольно быстро. Сначала было волнительно, я переживала. Но когда вышла на первую тренировку, я поняла, что спортсмены там будут не сильные. Они точно не на моем разряде. Я намного сильнее их. Победу в гонке на коньках одержала Анастасия Трошина. У нее три золота и одно серебро. Насте пришлось соревноваться только с представителями принимающей страны, в отличие от Варвары Сорокиной. В ее копилке достижений – золото и бронза. Девушки сильнее цены, более старшие, опытнее меня и сильнее. Ну и плюс подготовка склон у нас намного жестче. Мы, можно сказать, ездим по льду, а тут был мягкий снег. И это было ощутимо, что разница есть в этом. Соперничество в спорте – норма, но сами игры – знак дружбы для всех народов Алтайских гор. В культурную программу Большого Алтая включили посещение музеев и планетария, а также экскурсии. Там очень добрые и положительные люди. Они все очень отзывчивые. Когда видят русских, они всегда кричат, подходят, фотографируются, машут руками. Прям очень приятно. Даже можешь подойти к любому человеку, он тебе не откажет в помощи. Он постарается как-то найти с тобой общий язык, даже без знания языка. Ребята не собираются радоваться успехам слишком долго и уже сегодня восстанавливают режим тренировок, чтобы побеждать и в будущем. Ирина Корчегина, Дарья Ерошина, Андрей Печоркин. День с толком.